всем привет из северного степного крыма сегодня у нас уже 8 октября 2020 года на градуснике у меня сейчас 31 градус тепла тепло даже жарко я бы сказал вот я хочу поговорить в этом видео с вами на такую тему на тему клещ ворового и борьбы с ним сейчас проедет машина у меня здесь оживленная трасса находится а житочка поэтому шум машин никуда от него не могу деться также авиация слетала я ждал полчаса пока самолеты потому что у меня приграничная зона летает авиация боевая ну сейчас не об этом как бы я хочу поговорить вот о чем это самая заключенная семья у меня сейчас на пасеке на данный момент самая заключенная семьи в этом году у меня две вот это одна из это вообще как бы самая заключенная на сегодня это была семья но это вообще это со семья номер один это была довольно таки сильная семья я снимал про нее видео и в этом году и прошлом году как бы это идет от одной линии маток то есть матки там порождаются от одной линии уже довольно таки много поколений они всегда медоносные нагоняют неплохую силу с весны вот но у них есть одна проблема вот вот этой матки или нет нее пчел хотя покажу что свете бог паст уже крутится то есть показать рыжий монстр рыжая зараза воровать пытается это воровка бог паст хотя идет хороший взяток он довольно таки хороший взяток летают пчелы сдает сурепкой дается но бог паст и все равно продолжает воровать весь весь сезон все лето продолжают они пытаться воровать одно не об этом сейчас я хочу поговорить именно о том как что такое клещ воро жара и так далее ну жара там это все это ладно с этим бороться невозможно вот авиация боевая летает извините за шум самолеты и истребители летают получается семья была довольно таки сильная вот но очень длинный взяток на протяжении тут у меня четырех месяцев вообще как бы обычно идет товарный в этом году оказался три месяца товарный взяток шел беспрерывно три месяца то есть 90 с лишним но 100 дней грубо говоря шел товарный взяток пчелы и жара засуха пчелы очень сильно ограничивали расплод собирали мед давили маток в общем эта семья пыталась роиться и делил делал отводки от нее но не суть том что она но все равно нагоняла неплохо более-менее силу все но сейчас я покажу какой вот она казалось силы что с ней сделала жара и засуха сразу забегаю наперед вот видите что осталось здесь нет пчелы получать сейчас скажу сколько рамок раз два три четыре пять рамок плотной апсидки здесь крайне не читаем короче пять рамок северокрымского улья плотной апсидки осталось с учетом того улетевшие пчелы и нижние остался грубо говоря корпус пчелы и в зиму корпус пчелы и в зиму это это на данный момент что тут осталось это три рамки додана всего лишь на все на сегодня это семья ну там по-любому она частично сидит внизу она не сидит на одном верхнем корпусе на сидит на два корпуса сместилась назад от литка видите потому что ночью стали холодные уже не чувствуют пчелки это дело назад сместились вот это я уже скармливал им начал я скормлю таким семьям у которых меньше меда начал скормить и мед в пакетах рапсовый мед начал им скормить пакетах растапливать начал рапсовый мед растапливаем и в пакетах скармливаем вот я заберу пакет жена на работу ушла никогда снимать вот а пока она с работы придет уже будет холодно вот хочу вам показать как бы вот хочу поговорить об этом я лично не сторонник химии на своей пасеке применения у меня были нехорошие от нее остались впечатления от применения химии я уже вот более пяти лет не применяю химию на своей пасеке пять лет так последняя стабильно не применяю абсолютно химию я борюсь с клещом и борезнями пчел масло концентратом масла полыни вот но сейчас ну это моя позиция по этому вопросу вот но есть получается я встречаю такие комментарии и довольно таки часто кстати встречаются комментарии таких пчеловодов не знаю это начинающие пчеловоды начинающие но во всяком случае люди пишут такие комментарии о том что мы вообще не должны бороться с клещом якобы должны пускать на самотек вот как будет так будет то есть которые выживут те выживут которые не выживут ну типа как сторонники естественного отбора поняли есть довольно таки немало людей вот их там не половина может а мне это но есть довольно таки немало людей сторонников естественного отбора я не взял с собой стамеску разбирать сейчас не будем но вам сразу скажу что вот эти рамки они без меда мне надо так их будет докормить чтобы они залились мне нужен корпус мёда чтобы у них был вообще по факту ну чтобы они без проблем зимовали они перезимуют и на том что у них есть по сути у них он есть я вижу сюда довольно таки нормально там мед есть на этих рамках вот но мне надо кормить во первых чтобы они их полные залили и чтобы маток уже задавили но расплод надо прекращать потихонечку пусть давят и это получается будут корма им на зимовку а на весну им надо чтобы был полный корпус чтобы хватило ну либо мне придется потом докармливать весной сейчас я буду подкармливать медом и они потихоньку еще носят и я буду докармливать вот но суть не в том а суть в том что видите что 66 было корпусов пчелы трещала я эту семью и делил делал с ней отводки и она после этого все равно трещала то есть она отработала принесла немало меда все но она оказалась самой заключенной на пасеке она просила ну как я вот чего могу сказать чисто это мое мнение исходя из из моих раздумий по этому поводу вот смотрите нас очень много пчела водов разных на этой планете абсолютно разных разные у em ли разные системы разные мнения разные направления абсолютно у кого-то это матки у кого это это пакет и у кого-то матки покину очень вы очень много разных направлений разными до сборы и так далее я сейчас вот прикрою пока пчелок потому что тут воровки кружляют их взгляд я хочу сейчас просто снять еще я я вот сделал днище, сейчас сниму днище и поменяю. Хочу посмотреть там клещ. А эта семья, кстати, отличается чем плохо чистит. Из-за этого получается я не стал в этом году от нее водить маток, и я сменил в отводках ее маток. То есть эта матка у меня сейчас в этой линии только одна, вот здесь находится она. Прошлогодняя она здесь осталась. После противоворовьего приема я ее вернул назад, она здесь осталась. В общем, она очень мне нравится по медоносности. Она зимует, экономно довольно-таки. Ну, вот видите, воровки, он крутится, айосы крутятся. Воровки рыжие. Можно наблюдать. Ну, и с бакфастой. Вот. Получается, смотрите, по поводу ну, вот этим людям как бы я хочу ответить. Мое мнение по этому поводу. Иногда такие люди у меня пишут тоже сторонники естественного отбора, иногда пишут у меня комментарии. Вот. Ну, я вам хочу сказать как бы. Смотрите, вот мы пчеловоды, вот нас что вот нас всех объединяет, вот всех вместе, вот всех пчеловодов в мире, что нас объединяет. Вот. Первое, самое главное, что нас объединяет, это любовь к этим полосатым насекомым, пчелкам, этим труженицам, вот. Ну, я думаю, все пчеловоды, которые в этом остались, там, не считая таких временных, которые пришли хапнуть, они быстро отсеиваются, в общем. А пчеловоды настоящие, которые, это их призвание на всю жизнь, вот. У них самое главное, что нас объединяет всех вместе, это любовь к пчелам. Независимо от того, приносят они доход, не приносят, то есть, ну, это любовь к пчелам. Вот. Это первое, что нас объединяет. Второе, что нас всех объединяет, пчеловодов в мире, это то, что мы мы все, как бы, ну, у нас есть у всех одна цель, помочь и спасти пчел. То есть, помочь им перезимовать, помочь им выжить, спасти пчел. То есть, это наша общая цель, как бы, я думаю, никто не будет с этим спорить. Это именно то, что нас объединяет. Вот. Два фактора уже есть, объединяющие нас всех, независимо от наших взглядов. Мы можем спорить сколько угодно, там, вплоть до мордобоя, там. Ну, в Ютубе, там, это тоже, ну, как бы, можно сказать, мордобоем в Ютубе мы можем, там, уже и ругаться другом, там, и оскорблять иногда, там, когда нет настроения, там, плохое. Ну, в общем, всякое. Мы все люди, как бы. Все может быть. Все может споры быть, там, скандалы могут быть у нас. И так далее, вот. Но у нас есть, я говорю, общее, то, что нас объединяет всех вместе, и это, первое, любовь к пчелам. Второе, это желание им помочь, сохранить цель, как бы, не то, что желание, это наша цель, сохранить пчел на этой планете, сохранить их у себя, в первую очередь, на пасеке. Вот. И третье, то, что нас всех вместе объединяет, это общий враг. Основной наш общий враг, это клещ Варо. Остальные враги, они, ну, не настолько они распространенные, не настолько они, как бы, массовые, и так далее. Вот. Клещ Варо, это сейчас, на данный момент, это самый главный враг пчел на этой планете. Он может полностью уничтожить пчел с этой планеты. То есть, практически там полностью он может уничтожить, стереть пчел с лица земли, этот клещ. Вот. И получается, это наш общий враг. И, как бы там ни было, как бы там ни было, вот, например, в войске, да, кто-то может говорить, лук, это самое лучшее оружие. А кто-то говорит, да нафиг ваш лук, вот меч, меч, вот эта вот вещь. А кто-то говорит, да какой меч, вы о чем вообще там, ну, там, у меня там, блин, топор боевой, понимаете, ну, топор, к ручке нету, чтобы бразить врага, понимаете. Вот. И каждый будет отстаивать свое мнение, понимаете. Но факт в том, что, ну, мы находимся все равно, как говорится, на одной стороне и в одном войске. И враг у нас, короче, у всех вместе, понимаете, один. И боремся мы все равно против врага, против клеща воров. Наша цель помочь пчелам, спасти их на этой планете. Вот. Понимаете, то есть мы, как пчеловоды, мы, наша цель и обязанность не только грабить пчел, а помочь им, всячески помочь им выжить, как бы, вот. Это наша основная задача. На сегодня. Я говорю, и есть у нас общий враг. Это клещ воров. И не важно, если я буду его рубить топором, а кто-то будет, сосед у меня, его рубить мечом, а еще один сосед будет его из лука рубить врага, понимаете. Главное, что мы вместе будем рубить этого врага. Ну, вот такая вот у меня позиция, понимаете. То есть я все равно сторонник того, что топор, он круче всех. Ну, то есть мое средство, оно, ну, как концентрат маслополыни, я считаю его наилучшим. На данный момент то, что я могу, ну, то, к чему я пришел. То есть я считаю, что оно эффективно убивает, ну, как я вижу, что он эффективно убивает эту заразу на моей пасеке. Она помогает мне спасти моих пчел. Она не садит иммунитет, укрепляет его даже наоборот. Она борется еще с другими болезнями попутно. Ну, то есть это мой боевой топор. Я считаю его самым крутым против, ну, в битве против наших общих врагов, как бы. Вот. И нашего общего врага это. Но это не означает, ну, поняли вы, да, я надеюсь, о чем вообще, как бы, ну, я так вот пытаюсь это все так вот как-то упростить, утрировать так, чтобы, ну, более понятнее было всем, как бы, для всех. Вот. И, ну, если мы вышли, ну, пытаемся спасти своих пчел, и при этом в наших рядах кто-то начинает кричать, ребята, это все бесполезно, враг нас победит. Давайте не будем бороться с врагом. Пусть, пусть пчелы останутся один на один с врагом. Понимаете? Ну, как бы, я сразу вам хочу сказать таким людям, я не ваш сторонник. То есть, ну, чтобы вы понимали, потому что я там иногда могу там комментарии ваши там поставить, ну, поняли там, значок, как бы, отметку там, типа, мне нравится, она называется в ютубе. Но это всего лишь для меня означает, если я ставлю такую отметку, это не всегда. То есть, иногда это означает, что мне нравится ваш комментарий, а иногда это означает просто то, что я ваше мнение прочитал, услышал, принял во внимание. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, это не всегда означает, что я на вашей стороне, потому что некоторые люди, они думают, что я на их стороне. Но вы видите, что я не оставляю своих пчелок один на один с этой заразой У них не будет шансов выжить Я понимаю это прекрасно Я за свои 10 лет пчеловодства Я уже понял, что у пчел нет шансов выжить против клеща без нашей помощи Они просто не выживут Ну реально, возможно выживут Останется у меня две семьи На пасеке через несколько лет у меня останется две семьи Ворова толерантная, как вы говорите Есть пчелы, у которых практически ноль особей У них нет клеща, нет ни без крылки, ничего Есть такие у меня семьи на пасеке, в которых вообще ничего нет Мне надо брать от таких маток выводить Этим нужно заниматься Но если я не буду помогать своей пасеке Она практически исчезнет Останется у меня тут не 13 семей стоять А будет две стоять Вы понимаете о чем речь идет? Две останется всего семьи Ну Я думаю, ну вы понимаете как бы о чем вообще я веду речь Я надеюсь на это, что вы понимаете Так и вот я вам говорю, я вам хочу сказать Что если выбирать, как говорится, между двух зол То я скорее всего буду на стороне тех, кто использует химию Даже самую жесткую химию Даже пусть там вообще травит, проливает и так далее Я буду на их стороне, потому что они Хотя бы они борются С нашим общим врагом Методами, которые им доступны Но я буду им всячески пытаться Ну, объяснить, что есть другие методы Ну, говорить там Я понимаю, меч, хорошее оружие, все Ну попробуй топор там, ну Попробуй, он эффективнее там Ну, то есть, понимаете, как бы Там Мечом там одного рубите А я топором там пятерых, понимаете, сразу Ну, то есть Ну, то есть я буду продвигать свое оружие Которое я считаю более лучшим Но я буду на стороне того Кто вместе со мной борется с моим же врагом Понимаете То есть с врагом нашим общим С врагом наших челок Который реально он уничтожает Он просто Он просто заедает, уничтожает Он реально вот эту семью он заел Если бы я сейчас не клещу Я уверен там Да, там жара, там это все Просадки Все, но сколько Отсюда высыпалось клеща За это время За вот сколько я обработок делал Каждый раз он высыпается И вот там в расплоде еще тьма Потому что расплода Еще довольно-таки прилично Сколько отсюда без крылки там И так далее То есть А без крылка это только те, которые вирусами А сколько выкинули они пчелы Сколько вылезло там, выползло То есть это пчела, которая высосал этот клещ Каждый клещ этот, он сосет пчел Из каждой ячейки там вылазит По десятку этих молодых клещей Понимаете И потом они залазят опять В новые ячейки И он распространяется И он тысячами-тысячами распространяется Он плодится В таких просто количествах Он просто уничтожит наших пчел Ну то есть Как бы я думаю Вы поняли мою позицию Моя позиция так Кто со мной вместе Ну кто на нашей стороне В этой битве против Этой заразы И спасения пчелок Несмотря на то Каким он методами С каким он оружием идет Против этого Понимаете Я буду на его стороне Быстрее чем на стороне того Кто говорит о том Что мы должны их бросить Пчел и оставить их Один на один с этой заразой Ну То есть я думаю Позицию я свою озвучил Не люблю когда Непонятные Как бы непонятки какие-то возникают Люди там какие-то себе Что-то может накручивают Там Это Чтобы вы понимали Мою конкретную позицию По этому вопросу Я вам ее озвучил То есть Я скорее всего на стороне тех Которые Да я против бипина на своей пасеке И я вообще как бы Ну Я не то что Я считаю что Это не выход Я считаю что все-таки Выход Более природные препараты Нужно искать Я говорю Масло полыни Там масло туи Масло пихты Там Ну множество разных есть Препаратов Те же там кислоты И так далее Ну надо стараться Применять препараты Которые меньше Меньше Садят Потому что бипин Там это Аметрас вообще Аметрас он очень Нехорошо действует Он на здоровье пчелок На иммунитет На их зиму Очень нехорошо Это сказывается Часто это сказывается На матках Потом начинают у вас Почему-то случайно Менять маток Почему-то они Трутовками становятся Там и так далее В общем Ну Нехорошо это все Сказывается Вон видите Что в вороки Тут шоркается Ах ты монстра 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 Ищет Ищет Куда пролезть Запах слышат Это да Сквозь холстик Пытается пролезть Сейчас Я сейчас уберу днище Если что Вам сниму видео Ну в общем Давайте будем заканчивать Ну заканчивать это видео Я еще хочу вам Сейчас поменяю днище Не хочу вам снять Ну вообще посмотреть Там есть что-то Нет Я сниму Хоть будет Не будет Я сниму Покажу То есть мне интересно Получается Вот сколько времени Простояла полоска Я вам показывал Сразу была осипь Клеща опять же И мне интересно На дне Эта семья очень плохо чистит Там по-любому Что-то осталось Должно Ну должно остаться Плохо у нее С гигиеной Плоховато Она подчищает Клеща Есть семьи Которые сразу Выносят Это Плоховато Подчищает Ну я же говорю Это как бы Один Ну и Вот эти вот факторы То что у нее Очень хорошая Медоносность И очень хороший Ранний весенний старт Вот Именно из-за этого Она еще до сих пор Находится на моей пасеке Эта матка Но то что у нее Есть вот эти вот проблемы Из-за этого У нее нет здесь Ну То есть копии Ее больше здесь нет Не дочек Ее больше у меня нет На пасеке То есть это тупиковая ветвь Она живет только В одном улье Вот Но рука не поднимается Потому что приносит Она довольно таки Немало меда В этом году Опять же Даже такой тяжелый год Она принесла наравне С теми же бакфастами С той же карникой То есть принесла Наравне с племенными Матками Ну имеет вот такие вот проблемы Вот Если Я сейчас Смотрите Я если бы не обрабатывал Эту семью Вот так вот Это для начинающих Больше я думаю будет Потому что кто Уже в теме Эти поймут А для начинающих Я вам так объясню Если бы я эту семью Не обрабатывал маслом полыни Не сбросил с нее клеща Которого только Ну она всего убивает Короче Ну поверьте мне Это я опыты проводил Больше пяти лет уже То есть я отвечаю За свои слова То что Реально она убивает Всего клеща Который на пчелах Он весь погибает Там в расплоде еще есть клещ По-любому есть Вот Но его там уже Мизер осталось Я его скинул Понимаете То есть семья Практически Можно сказать чистая Только то что За расплоде лупится И она потихонечку Подзаражает Но это маленький процент Это не смертельно Вот так вот Я вам объясню А то То количество клеща Которое было Когда я начал Только обработки То количество клеща Для этой семьи Было бы смертельное То есть она бы не выжила Она бы еще до нового года Скорее всего Перестала существовать То есть она бы осыпалась И как говорят Слет там пчел Вот был бы слет Она бы просто Постепенно бы Умирали 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 они бы И в итоге Короче от них бы Ничего не осталось Вот Кучка пчелы Там с маткой бы Мертвой И все Вот Это все Я прошел на свои пасеки Уже раньше Поэтому Я уверен в этом Что она бы погибла Эта семья Все В общем Мою позицию вы услышали Спасибо за просмотр Всем пока